МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Депутаты национального схода Республики Беларусь и Гомельского областного совета провели сумместное посаджение. На прикладе Жлобинского и Будокашалевского районов повышался практика реализации законодавчих актов о галине мясцового кирования и самокирования. Тему протягне Олег Синтюроу. Сегодня и у парламентариев, и у депутатов местовых советов агольная задача – социально-экономичное развитие регионов, а тому опыт Жлобинского района для анализа обраны невыпадкова. Зараз на него пропадает 14% промысловой вытворчести и 26% агольнобластного экспорта. Квартая для выучения – местовая практика державно-приватного партнерства по утягнению оборот майомости, которая протягивая часа не использовалась, и створение на ее базе новых предпринимателей. Еще недавно был дом Райси Газтехники, находившийся в передаварительном стане. На аукционе его набрало гандлевое предпринимство, керавництво которого вырешило освоить принципово новый вид деятельности. Сначала была идея сделать из этого здания административное здание, либо сделать бизнес-инкубатор для предоставления помещения в аренду. Но так как потребность в этом Жлобине сократилась, в 2015 году мы задумались, чем это здание занять. И родилась идея построить на базе этого здания современный медицинский центр. Оснащенный самым сучасным обстановлением и укомплектованным врачами высшейшей категории, медицинский центр открылся полтора месяца тому. Под час наведывания установы депутаты знакомятся с умовами, которые созданы для пациентов, и интересуются проблемами, которые стремятся в приватную инициативу. Еще одна тема для обмерзования – работа органов местного и громадского самокерования по життепозабеспечению населения. У тем, что за помощью самого населения в Жлобине таким образом не только добро упорядковывают дворовые территории, но и решают вопросы о создании безопасных умов проживания. Установлены камеры видеонаблюдения в ближайших домах. Мясцовые инициативы – тема, которую за все выучать на приходе Будокошалевского района. В оселях Мрази, минавито тут, еще в 2010 году, одним из первых на Гомишине, начали реализацию проектов в рамках программы развития организации объединенных наций. На думку депутатов, зараз необходимо потребовать инициативных людей. У первой части, кто не только критикует, а и пропадает конкретные решения, у темлику по обновлению старожитных районств и традиций, в Будокошалевском районе, например, другое життено дали старожитным свистулькам. Пятиклассница в армянской средней школе Кача Журова разум с батьком реализовала проект «Як жили наши протки», в рамках которого был створенный макет старожитных поселища. В 2015 году местовое население оказалось вельми инициативным, причем активный удел в реализации проекта «Упрямая молодь». Депутаты национального схода в опыт района по потребности пропадного вязковцев витают и кажут об необходимости предпринимания кроков по дальнейшей дебюрократизации органов улады. Если раньше человеку приходилось ехать за 20-30 километров, чтобы элементарную справку получить, то сегодня он получит ее себе домой по интернету, если она вообще будет нужна. Мы попривыкали, понимаете? То есть фактически мы выходим на тот уровень, что у человека возникла потребность в решении какого-то вопроса, он обозначает его для местного органа власти, это все перерабатывается и он получает результат. Олег Синчеров, Валерий Гопанько, телерадокомпания «Гомик». Бюджет прожиточного минимума в середнем на душу насельництва с сегодняшнего дня крыху вырос, и складая 197 рублёв 81 копейку. Разом с тем БПМ для процесса дольного насельництва сменшился на рубль и 13 копеек. Нагадаем бюджет прожиточного минимума – это норматив индексации доходов насельництва и критерии потребностей при вызначении права грамадян на державную адресную социальную допомогу. По судностях, это у середняная сумма, которая лечится необходимой человеку для задовольнения его базовых потреб. До речи, в Беларуси снижение БПМ не приводится до поменьшения пенсий, допомог и инших выплат, которые увеличиваются с его по миру. А во всех повышениях локомотивом тягнет за собой изменение выплат. У приватности разом с БПМ повеличиваются минимальные операционные и социальные пенсии, надбалки, повышения до пенсии, а также допомоги по догляде за инвалидом первой группы або за особой, которая досягнула 80-годового взросла. Кроме того, с сегодняшнего дня выросла одноразовая допомога в связи с народжением дитя. На первой она складает омаль 1980 рублёв. При народжении другого и наступных детей прикладно 9770 рублёв. Одиночасовая допомога женщинам, которые стали на улик, до 12-ти дневного термина тяжарности, в складе омаль 198 рублёв. Что тычется допомог по догляде за детьми во взросле до 3-х годов, яны не изменятся. Нагадаем, зараз их помиры переглядаются двойчий год, а не четыре разы, как было ранее. Гомельская область лидируя по колькости уключенных у господаршей оборота объектов коммунальной уластности. Всё лето за 9 месяцев у господаров набыли 333 таких сбудований. А в том, как региону удалось остать лепшим угытым на прамку, наступный сюжет. Частка объектов сдобыла новых господаров с допомогой аукционов. За 9 месяцев фонд Гомеля был майомастер организовал и провёл их амаль 90. У ТМЛК-35 с установлением пошатковой цены у одну базовую увеличению. На Гандаль выставлялись больше, как 170 объектов коммунальной уластности. У нас продаются объекты только с аукционных торгов. Есть ещё такие способы, как безвозмездная передача под инвестиционный проект, но продажи осуществляются с аукционных торгов. В текущем году за 9 месяцев продано с аукционов 68 неиспользуемых объектов, в состав которых вошли 116 зданий и сооружений отдельно стоящих. Это также является первым местом среди областей как по количеству, так и по удельному весу реализованных на аукционных торгах объектов. Зараз Гомельшина не только мая лепши показчик у республицы по колькости объектов, что отрымали другое житё. Я на один, я хто выканал свыше 50% от годового плану. Гэты показчик у нас складая 67%. Усяго до канца года у господарши оборот треба утягнуть амаль пау тысячи объектов. Достаточное количество объектов приобретается под производство. В принципе, есть ещё объекты, на которых располагаются торговые объекты и сферы услуги, а также в настоящее время достаточное количество объектов реализуется под жильё. Марина Джала, Анастасия Кучинская, Игорь Марышенко. Телерадио Компания «Гомель». Супрацовники Держаутоинспекции провели у «Гомелі» рейд по профилактице дитячих от травматизма. Особливую увагу надалі використанню дитячих утримливающих прилад при перевозке дятей. Подставы – две. Школьные каникулы, а так само ДТЗ, якое отбылось на перед дни у «Гомелі». Присуток ниней двух автомобилей потерпел двухгодовый хлопчик, який знаходился у однім з їх. При этом сяділо дитя на коленях у маті, а не у спеціальним кресле. На шасті пошкодження, отриманне хлопчиком, оказаліся лёгкими. Детські кресла, якщо відбувалося ДТП, в якому столкновення автомобіля, детські кресла дістіляно спасає жызнь маленькому, скажімо так, ребёнку. Учитывая то, що темболе у нас каникулы, і діткі зачастую большинство дітей знаходяться з родичами, поэтому сегодня сотрудники госавтоінспекції особо внимання уделяють именно проверки, як родители соблюдають данные требования правил дорожного движения. На сцені Гомельського обласного драмтеатра проставіли унікальну пастаноку під назвою «Республіка 1040». Особливо спектаклю тим, што поставіли яго не профісійні режісёры, а звичайні піонірважатые. А актёрами стали їх подопечні піоніры і акцебраты в учні Мінських школ. Глядаршами ж стали і хровеснікі, більш за тысячу школьніків з усёй Гомельщины. У виконанні юных артыста яны убачили гісторію про тоя, як зараджався і развівався піонірський рух, што ян уявляє сабы зараз, якія яго меты і каштоунасті. Пачаток спектакля апісуває падії 20-х, 30-х годов, 20-го стагодзя. Тимур і яго команда, гаурош Брэцкай крепасті, піонірські лагері Мінулага і многое інше. За усім гэтым назіраюць двоя головных героеў сябры – хлопчик і дзявчинка. Яны падарожнюючують пасторонках історії, асэнсовують значність піонірського руху, а у конці сюжету самі становяться піонерами. Основна цель – це донести ребятам цели і задачі нашої організації і вдохновити їх на дальніші дела. Именно дела характеризують піоніров, те дела, які вони роблять на благо Родіны, на благо своей страны. І для того, щоб це чувство вдохновити с наибольшей силой, і для того, щоб ребята все-таки дзявітельно дзявали еще більше таких добрых дел, вот этот спектакль і є. Усяго над пастановкою працавалі каля ста чалавек, і для іх гэта першае выступлення замежамі Роднага Горада. Дарышы, у планах аутарав театральнага праекта арганізаваць пауновартосны гастрольны тур па усіх обласных центрах Беларусі. Гэте і інші новіни ви можете знайсті на нашым сайті у інтернеті па адресі www.tv.gomil.by Далі у ефір «Спортивний агляд». З новіними спорту вас познайоміть Михаїл Садовський.